В основе игры «Что, где, когда» входящий в состав интеллектуальной олимпиады правило телевизионной игры, но в новом формате. Без зрителей и камер, ведь важен не только результат, но и процесс. А этот формат предполагает более свободную, более открытую ситуацию, когда ты просто расслабляешься и играешь в свое удовольствие. То есть ты развиваешь свой мозг. Это главная цель игры. В финале регионального этапа встретились представители всех муниципалитетов Ульяновской области, а это более 350 школьников. В каждой команде по шесть человек. Среди финалистов и опытные участники, и новички. До этого я никогда не участвовала в таких мероприятиях. Ну и, конечно же, есть надежда, что мы хотя бы какой-то положительный результат получим сегодня. В «Что, где, когда» команды соревновались по два тура, каждый из которых состоял из 15 вопросов. После 30 вопросов три команды набрали равное количество очков. Сложнее, но интереснее. Игру сделали непредсказуемые задания. Мы не можем предусмотреть, из какой сферы возникнет та или иная тема, тот или иной вопрос. То есть вопросы мы их, я их не знаю, не видела. Это секрет, естественно, для того, чтобы никакой утечки не было. Поэтому это вопросы, которые едины на все регионы Приволжского федерального округа. Окончательно победитель был определен только с помощью третьего дополнительного тура. Команда совета из лицея при УЛГТУ города Ульяновска 12-14 апреля этого года представит Ульяновскую область на окружном этапе Олимпиады в Перми. Интеллектуальная Олимпиада среди школьников реализуется при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Юлия Руднева, Олег Тоньшин, Уллправда ТВ